В Бийске установили еле желание. Пушистые красавицы украшены фотографиями детей. Всего их 30. Любой желающий может сделать подарок сироте, ребенку-инвалиду или ребенку из семьи с доходом ниже прожиточного минимума. По традиции денег не просят, нужны игрушки. Это ребятишки самые настоящие, это ребятишки из дома малютки. Мы берем эти фотографии у сотрудников, они с их разрешения, естественно, мы их выставляем. И любой желающий может подарить то, что захочет. Любую игрушку. То есть, может быть, он исполнит благодаря своей детской мечте мечту ребенка. Может быть, он когда-то хотел такую красивую куклу, а ему не подарили родители. А может, он ребятишкам, девочке, у которой нет родителей, подарит эту куклу. Или паровоз, или машинку. Ребятишки, они не писали свои пожелания, потому что они еще маленькие. Поэтому мы, многие ребятишки, они, к сожалению, еще и проблемы со здоровьем у них. Поэтому многие вообще не говорят некоторые из них. Поэтому вот здесь уже все зависит от взрослых, как они исполнят детскую мечту. Акцию «Ель желаний» в Наукограде проводят в восьмой раз. В этом году елки установлены в торговом центре «Ривьера», на проходных сибирской генерирующей компании «ИСИПрибормаша», а также в налоговой инспекции. Игрушки для детей можно передать как в перечисленной организации, так и волонтерам из молодежного парламента, которые дежурят в торговом центре ежедневно с 18 до 20.00. Если нет возможности быть там в эти часы, дары можно передать администратору ТЦ или в отдел молодежной политики городской администрации. В прошлые годы неравнодушные горожане активно отзывались на участие в данной акции. Дарили детям разнообразные игрушки. Как рассказала Юлия Игушева, начальник отдела молодежной политики, в 2020 году отдел ломился от подарков, которые для бийских ребятишек подготовили предприниматели и обычные горожане. Акция продлится до 27 декабря. Затем все подарки передадут детям. Обычные волонтеры стараются это сделать 29 и 30 декабря.